всем привет наша audi вчера мы остановились на том что мы лонжерон не смогли вытянуть а сегодня учатся если померить то он уже больше вытянут на 2 миллиметра то есть он уже длинней потому что в первый день когда я показывал машину я говорил что вот этот лонжерон гораздо сильнее вывернут гораздо сильнее но если это стоял на пробу так относительно стапеля не параллельно немножко завернут то это стоял я говорил что он стоял сильно вывернут еще там один человек написал что это так и должно быть на самом деле это просто у нас подравнялся эту нас ну то есть у нее вся морда уехала в бок и получается что этот стал параллельнее порогу а это соответственно еще хуже стал и вчера когда мы тянули это чуть чуть неправильно сделали потому что вы понимаете да если вот вот один размер вот второй размер а у нас лонжерон вот так стоял например вот так чем дальше мы его выворачиваем тему дом у нас становится короче казалось бы да что тут его вывернуть в корове в общем на два сантиметра когда его туда потянул а это когда потянул в бок на два сантиметра так и получилось этот нарастил длину относительно всего автомобиля а этот уменьшил длину относительно всего автомобиля вот сейчас гидравлика натянута только что померил сейчас на два миллиметра этот длинней но так предварительно опять же вытяжка я просто потянул его утром вперед вот вперед потянул немножко тут погнул ничего страшного отрихтуем померил все равно не могу натянуть но он у нас он у меня ушел на два сантиметра сместился к центру автомобиля то есть между ними стало два сантиметра меньше разбил осевую линию померил один размер и померил что этот размер от осевой линии меньше на два сантиметра то есть вот часто тянуло два сантиметра и теперь между ними как должно быть относительно осевой линии ровно между ними между ними и как раз как размер нашей той штуки и длина хорошая в общем по силам победил единственно что надо его поднять еще на 5 миллиметров всего лишь я вот когда начал его натягивать здесь не сильно сейчас натянута начал замечать что крыло начало подходить но дело то что там сколько грязи набилось что он просто уже подойти туда не может поэтому все равно еще зазор там немного немного больше чем надо надо там разобрать почистить тогда она все станет подойдет это называется утро вечера мудренее сейчас я тут еще поколдую померю а еще хочу один момент показать интересный который я заметил с утра помните у нас как не доставало теперь в принципе центр это даже уже немножко перетянутая то есть это немножко перетянутое отверстие а это классный центр если дать сейчас эту гидравлику бросить все равно здесь будет центр я просто с утра подушки подушки отпустил и подрамник сам прыгнул прыгнул аж он там видно где он раньше был вот видно старое место где он раньше сидел натер я просто корень лонжерона изучил тут ну подумал ну мало ли ну как я лонжерон вытяну если в принципе он то ровный думал уж сам корень зашел мнение не корень не корень и корень так рулетка рулетка есть дальше смотрите я не стал автомобиль поле поверху разбивать то что там неудобно и капот мешает и стекло лопнутое и он сзади на плафон не попадает то есть неудобно я решил поднищу разбить вот меточка это не центр балки это центр кузова я то есть метку приклею прилепил потом от болта отбил центр потом за болтиков отбил центр от шпилек проконтролировала порогов проконтролировал этот центр здесь тоже меточка ну как бы вот так пробочек примерно отбил от этих штучек потом вот так вот диагональ очки померил чтоб была ровненько всё одинаково длинные Длинные диагонали Померил от этих моментов То есть это тоже центр Направил лучик Что показывает Сейчас посмотрим Вот у нас лучик Соответственно появился Там две меточки совпавшие Теперь если вот примерно Зацепить Только надо за резьбу зацепить Одной рукой неудобно Будет 41 А блин, а не покажу Не зацеплю И здесь Ну ладно, вот это примерно одинаково стоит Значит можно в принципе От больших отверстий зацепить В общем, если отрезь зацепить То там 41 и там 41 40 и 5 И все от этой стороны тоже Тут 40 сейчас показывает И 3 40 и 3 То есть тут меньше Тут меньше Но вообще оно Если от центров мерить То оно все класс получается Если от болточков Вот так просто надо ее Ну она туда смещается Ага, здесь немножко не в центре Но то фигня Потому что там алюминиевый кронштейн Сейчас подрамник весь откручен Я когда диагноз ломал Я его открутил Чтоб ничего не сломать То есть там алюминиевая деталь Натягивается Зажимается И тогда примерно Все подходит Около центра Наверное не видно В общем Все примерно класс Лонжероны примерно в центре Так, ну да Дальше что-то колдовать Прикиньте Даже коленвал в центре автомобиля А вот приехала наша четверть На эту автомобильку Сейчас четверть покажу Что нам привезли Я же все-таки хотел показать вам еще здесь В общем Все у нас хорошо Все у нас лонжероны в центре Если упереть То 39,2 Лучик бьет Если упереть 39,2 Лучик бьет Все классненько Можете меня поздравить Кстати Я только что Это Выиграл Вольфсваген Поло Поняли За результатами Независимого отбора Короче Я выиграл Поло седан О Поздравляйте Звонить конечно же Мы не будем Никуда Нафиг нам надо У нас есть Пужо красный Потому от поло Седана Мы отказались В общем Есть лонжеронный Пас Только вот этот Надо поднять Немножко И сразу покажу Самый древний способ Которым Раньше Очень пользовались А сейчас Что-то забили На него Болт Немножко больше Выкручен Потому что Я их выкрутил Нивелир не попадал Вентилятор мешал Когда я стрелял Но они выключены На одном расстоянии Зацепили канатку Обмотали Канатку выпустили Снаружи болтика То что он сейчас По высоте Немножко разный Это в принципе Не показатель Если поднимем Канатка в принципе Вперед назад Машина не отойдет Есть вот контрольная точка Я просто Перемерил И понял Что это хорошая Контрольная точка Только вот что То что я сейчас Рукой не достану Это плохо Рулетка Примерно Параллельно Стапелю Откосик Наш Висит Сейчас Успокоится Немножко Прижмем Отпустим Вот примерно 166 Примерно 166 Видно Да Теперь эту Уникальную Конструкцию Перевесим Все то же самое Только на другую сторону Вот шайбочки Прижали Чтоб Ниточка Болтика Касалась Примерно Успокоилась Лезем Мерим Вторую сторону Все то же самое Зацепили За контрольную точку С другой стороны Сейчас Это успокоится Рулетка В принципе Без переломов Параллельно Стапелю Сейчас Успокоится Немножко 166 166 И4 Там было 166 И1 Вообще-то И4 Примерно 3 мм Разница Здесь На 3 мм Меньше Размер Здесь На 3 мм Меньше Больше 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 Мы раньше Все время Ниточку Повесили Да я вам показывал Надо где-то Там повешал Вторую Повешал Померил Кстати у меня же Две такие приспособления Уникальные были Я просто одну потерял Где-то она прилипла И не знаю Где она В общем С лаженными Разобрались Только это Немножко Больше Четверть Четверть Вырубленная Топором Клиент Чтоб меня не дергать Потому что Там где машина Была Там нету Электричества Хотели взять Сабельную пилу Он хотел взять Генератор Но в итоге Чтоб меня не отвлекать Он Заточил Большой топор И топором Именно топором Ни зубилом Ни молотком Просто топором Топором Вот все так Жестоко Вырубал Видите что Чудный топор Делает Я конечно Верю Когда Рубал Он Сказал Очень крепкий Метал Нифига Они не Рубаются Я не Спросил Сколько Времени У него Это Заняло Вполне Серьезно Говорю Именно Топором Без Клиентов Заставляю Своих Что-то Делать Когда Говорю Клиент Сам Сделает Или Клиент Сам Снимет Или Клиент Сам Рычаг Поменяет У меня Клиенты Топорами Махают Звери А не Клиенты Как Менять Буду Не знаю Там Отсверлим Отсверлим Стрелу Отсверлим Отсверлим Есть Еще У нас В мыслях Стойку Поменять Хотя Опять Не знаю Мне кажется Она у нас Там Съеженная Немножко Сошлась Эта Точка С этой Кстати Стойка Голая В середине Усилителя Никакого Нет Вот Вам И Ауди Голая Стойка Единственное Что Вот Здесь Есть Коробочка Под Петли Ну Типа Усилитель И Вот Коробушка Идет И Там Коробушка А так Здесь Один Метал Здесь Один Метал В Принципе Нужно И Поменять Раз И Два Это Еще Посмотрим Я Туда Немного Подходить Боюсь Но Неплохо Я Его Натянул Так На Сантиметров Два Я его Перетянул Я его Перетянул Натима Полтора Простучал Блин Не хватает Понты Еще раз Натянул Это Кстати Была Вторая Попытка Потому что Первая Попытка Неудачно Сделала Зажим Стоял На Лонжероне И Как Можно Видеть Теперь Лонжерона Нету Верхнего Конта Придется Какую То Ладочку Кинуть Сейчас Простучу Сниму Покажу Вот И Все Я За верхний Конт Я Не знал Как его Поднять Зажим Вот Туда Вырвал Поэтому Вот Так Зацепил Вперед Немножко Вперед В основном Вверх Есть Сейчас Все Отпущено Не Натянуто И Теперь Вот Видно Лучик Бьет Немножко Выше Да Ну Центра Резьбы Буквально На понты Ладно Берем За центр А Здесь Лучик Бьет Ниже Болта Тоже На Миллиметр Тоже Берем Почти За центр В общем Сейчас Этот Лонжерон Выше На Миллиметра Два Это Хорошо Вообще Замечательное Движение Сделали То есть Сейчас Этот Лонжерон Выше Буквально На пару Миллиметров Это Понты Но Зато Я Смотрю Теле Площадка Относительно Центра Резьбы В принципе В центре Если Будет Чуть Не В центре Вообще Смущаться Не Будем Примерно В центрах Только Поднять На В принципе Все Хорошо Вот Замечательно Я смотрю Еще Что-то Произошло С подушкой Я ее Отпустил Ну Чтоб Была Возможность Немножко Вверх Вниз Регулировать Здесь Она К сожалению Туда Сюда Не Регулируется Это Плохо Но Тем Не Менее Смотрите Вот Здесь Уже Миллиметров Шесть Между Резиной И Алюминием Но Здесь Может До Сантиметра Восемь То есть Буквально Понты Понты Идет Смещение Двигателя Туда Это Мы Потом На Этих Кронштейнах Подыграем Все Классненько Лонжероны Победили Дальше Опять Разбил Автомобиль Поднищу По Двум Точкам Пока Лучик Стоял Разбивал Его Все Ровненько Вот На Поддоне Поставил Метку Это Временная Метка И На Стапеле Поставил Метку Это Тоже Временная Метка И Нашел Центр У Телевизора Потому Что Я Что Смотрю Вбок Смещен Думаю Нифига Се Ну Потом Померил Ригель Оно Вот Видно Где Клипса Где Ригель То У нее У нее Замок Смещен Бок Вот Между Этими Это Что Такое Линия Между Этими Двумя Точками О Контрольными То есть Центр Потом Нивелир Поставил Туда Направил Вот На Поддон И Направил На Ту Дальнюю Контрольную Точку Потому Что На днище Сейчас Ни одна Точка Не светит Мешает Стапель Есть И Мы Теперь Видим Мы Теперь Видим Многие Жалуются Что Лучки Я не Показываю Сейчас Давайте Как-то Так Вот Выключим Подсветку И Выключим Даже Раз Два Три Четыре Пять Света Плюс Еще Закроем Дверь Жалюзи Опускать Не буду Тут Свет Другой Выключать Не буду И Теперь Мы Видим Что Примерно Четыре Миллиметра Луч Не Совпадает Сейчас Вот Четыре Миллиметра Луч Не Совпадает Надо Туда Телевизор На Четыре Миллиметра Смотрим Как он Стал Этот Телевизор Сейчас Он Смещен До Конца Сюда То Ее Его Надо До Конца Вернее Его Надо Подать Туда Здесь Он Тоже Смещен Вбок Ну Как раз Если Мы Подадим На Четыре Миллиметра То В принципе Вырисуется Центр Люди Я Вам Вот Клянусь Я Тут До Часов Одиннадцати Я Не знал Что Я Делаю Я Лонжероны Вперед И Вверх И Туда И Туда Пока Не Плюнул Не Разбил Лосевую Линию Начал По Ней Работать И Сразу Все Моментально Становится Ясно В общем Видно Да Туда Но Почему Я Не Могу Подать Туда Подушка Ни Причем Она Там Тоже В Центре Классно Почему Не Могу Подать Туда Потому Что Вот Упирается Уперлась Крылу Видно Вот Эту Полку Здесь Вот Сколько До Центра Не Хватает Миллиметра 4 4 Плюс 4 8 Что Много В общем Ее Туда Надо Подать Эту Полку Потому Что Когда Удар Был Когда Удар Был Когда Лонжероны Начали Туда Заходить Эту Полку Затянуло Аж Отверстие Там Немножко В Напряги Очень Большом Были Это Вот Вообще Вырвало Это Вырвало Вот Зазор Появился И У нас Вместе С мордой С Лонжеронами Утянуло Эту Полку Когда Мы Лонжероны Потянули Вперед Эта Полка Не Пошла Она Осталась На Месте Потому Что Ломало Все Гамусом А Мы Дотягиваем Все По Одному Поэтому Надо Еще Полочку Отдельно Подать Опять Нивелир Опять Линия На Поддоне Опять Линия На Стапеле И Вот Честное Слово Если Не Съемка Я Дальше Начал Работать Но Нет Надо Луч Показать Вот Видите Луч Все Класс На Один Миллиметр Надо Сюда Телевизор Подать В Центре В Идеале Красиво В Центре Приближенно К Центру Согласен Ну Только Он Ниже Он Не Прикручен Примерно В Центре Примерно Да Согласен Как Делал Конечно Показывать Не Буду Только Скажу Что На помощь Пришла Очень Большая Кувалда И Пришел Такой Брусок Есть Телевизор Стоит В центре Ложеный В центре Туда Сюда Высоты Диагонали Все Ровно В принципе Можно Переходить На Дверную Стойку Хочу Вам Прикол Один Показать В общем Занимаюсь Дверьми Тут Потянул Пару Раз Крылью Даже Опустил Я Потом Расскажу Что Куда Делал Значит Так Поставил Замочек Двери Тут Зазор Такой Хороший Большой Даже Можно Немножко Сдвинуть Неважно Пока В общем Закрываю Дверь Смотрю Тут Немного Дверь Торчит На 5 Миллиметров Думаю Ну Наверное Надо Ригелек Туда Задвинуть Может Он От удара Вылез Как Посмотрел В тот Ригелек У меня К сожалению Нет Такой Круглой Звезды Чтоб Я его Мог Сдвинуть И не знаю Сколько Тысяч Раз На ней Регулировались Двери Но В общем Не получилось У меня Да я Даже Не пытался Ничем Крутить Легонечко Так Стукнули Благо Он Не сильно Был Закручен Он Сошел Туда И Теперь Нормально Теперь нормально Но все равно Еще чуть-чуть Подтарчивает Буквально На фонарь Фонарь Везде Подтарчивает Это Надо Просто Сильнее Потом Стукнуть Но Это Можно Сделать И в конце По машине Что делал Крышу Немножко Подтянул Потому что Эта точка На месте Уже Сюда Вперед Ее не надо А крыша У нас Немножечко Вверху Была Поэтому Зажим Поставил Подтянул Когда удар Был Крыша Хлопнула А когда мы Вытянули Она ни черта Не осела Складка Была Понтушем И складку Молотком Пробили Поэтому Зажим Поставил Немножко Подтянул Прям так Через стапель Через порог Как раз Гидравлика Пятитонная Тянула Здесь порог Не уперлась Ничего Ему не случилось Все класс Повезло Так Дальше А дальше Двери Вот навешал Нивелир Поставил Вон там Померил Вот это Расстояние Сравнил С тем Одинаковое Вот Рулетку Вот сюда Упираешь Лучик Просто там Вдалеке Даешь Например Так поставил Она показывает Там 35 Помню Показывала Пошел На другую сторону Сравнил Тоже ровно То есть Это высота Ровно Это высота Ровная А это Высота Вот от кончик Буквально Показывает Понты На пару Миллиметров Я думаю В этом Нет ничего страшного В принципе Вот здесь Уже Все и нормально А И петлю Немножко Подтянул Потому что Когда закрываешь Ну здесь Сильный Не показатель Потому что Здесь вот Дверь Ломается Как хочет При желании Я не знаю Может она Уже где-то Подломанная Была Вот это Расстояние Мне нравилось У меня Этот кончик Был заподлицо С кончиком Крыши А он должен Торчать Там на Несколько Миллиметров Вот как Здесь Поэтому Эту петлю Еще подтянул И решил Дальше Продолжить Заниматься Дверьми Рамочку Рамочку Надо попробовать Поставить Что она Еще Покажет Соврал Двери Рамки Там Стекло Опускается Поднимается Все там Чики-пики В общем Как оказалось Вот если Сравнить Эту плоскость С нижней Ну видно Да Какой Пропеллер Пропеллер Дверь Получила И когда Я начал Ставить Рамку Она Нифига Не совпадает На Отверстие То есть Нам саму Рамку Еще надо Снимать Ломать Она Немного Погнулась Рамка Крепкая Алюминиевая Дверь Хилая Поэтому Если Попытаться Натянуть Рамку На дверь То сразу Вот что Происходит Дверь Очень туда Ныряет А здесь Соответственно Торчит И тут Немного Подтарчивает То есть Надо нам Врать И Еще Отдельно Каркас Ломать Вот этот Алюминиевый Который Вот Такие Пироги Так Ну В целом Это все Ерунда Надо Сломаем Только Стекло Надо Будет Вытянуть Рамку Снять Там Пойти в тисках Зажать Часть Трубы Эту А Ту Крутануть Вообще Не проблема Значит так Двери Закрываются В принципе Все хорошо Здесь все Классненько Здесь В принципе Все классненько Кроме Этих Моментов Ну Кроме Этой Ударенной Двери Пока Внимание Не обращаем Я Уже Мерил Кру Поменял Снял Поломанную Погнутую Петлю Поставил Целую Привезли Целую Петлю Поставил Сильно Не перекручивал Чтоб Капот Болтался Хотел Посмотреть Как Идет Стыковка Крыла С батоном Крыши И с капотом В принципе Классно Все идет Все замечательно Стойку Не Стойку Я думаю Уже Менять Не будем Не Хочется Ее Менять Она Уже Не такая Страшная Кстати Чуть Посмотрите Все Здесь Вот так Здесь Вот так Все Как и Было Ну Сейчас Немного Капота Туда Утягивают Потому что Там Посадочное Место Под петлю Кривое Ну Это Сильно Тоже Не показатель Что Я Сейчас Зазор Сделал Ровный Все равно Еще Капот Хочет Сюда Податься Тогда Немножко Крутанется Но Это Наверное Уже Будет Не Сегодня Ладно Люди Всем покидать Не удалось Сегодня Немножко Поработать То Клиенты Приезжают То Будущие Машины Разбитые Ездим Смотрим Но Это Тоже Надо То Очень Страшное Кино Третья Часть Отвлекла Меня Так Вот День И Прошел Хоть Лонжерон И Поставили Это Радует И Дверь Примерно Вогнали Это Тоже Радует Завтра Будем Завтра Мы Как Придем Дверь Пока Рамку Можно Не Трогать Ее В Рамку Стоит Нормально Только Дверь Перекажут Этому Рамку Можно Снять Чтоб Не Мешало Чтоб Не Портило Зазоры И Дальше Заниматься Я имею Ввиду И Крой Так Подгонять Можно А может Рамку И Не Будем Снимать Завтра Будем Вот Это Все Отсверливать Хотя Тут Осталось Отсверливать Этот Узел Мы Не Трогаем Он Уже В Норме Вот Это Отсверлим Может Быть Еще Потянем Завтра Стаканы Померяем Потому Что Стакан Я Еще Ни Разу Не Мерил Ну Мне Что Хочется Отсверлить Все Это Тогда Он Будет Очень Жидкий Куда Хочешь Можно И Подать Да Да В общем Завтра Занимаемся Вот Этим Дотяжкой Стакана И Наверное Скорее Всего Рассверловкой Запчасти И Уже Будем Начинать Подгонять Все Это Дело В кучу А Там Если Нам Удастся Поставить На место Стакан И Прикупить На Самый Резот Фигню Тогда Останется Прикупил Крыло Просто Набрал Морду А Бампера У нас Нет И Наверное Не Будет Набрал Морду Фары И Посмотрел Нормально Ненормально Обварил Зачистил Капот Отрихтовал Отдал Вообще Все Класс Всем Удачи